По красной дорожке идут выпускники. Наша гордость. Они медалисты, абсолютные лидеры в учебе, каждый в своей школе. Но вместе они и есть золото Одинцовского района. Очень волнительный момент на самом деле, потому что первый раз идем на дорожке, находимся в таком торжественном месте. Главное – радостные эмоции. И повеселиться на своих детских днём. Попасть на бал медалистов престижно вот уже второй год подряд. Это событие проходит на самой известной концертной площадке страны. Варвихи Лакшери Вилладж. Здесь для медалистов разные развлечения, концерты, звезд эстрады, ну и, конечно, самый главный момент – вручение медалей. Очень красочная, масштабная программа. Основное, что мы хотим добиться, это то, чтобы дети понимали, особенно те, которые еще в младших классах, что рвение, учение, начитанность, эрудированность – это все всегда вознаграждается. И они будут смотреть на своих старшеклассников и следовать, собственно, их примеру. Но, безусловно, дальше будет уже взрослая жизнь. И, конечно, такая база, такой уровень знаний, который мы сегодня будем чествовать медалями, он, конечно, и дальше будет помогать этот уровень при поступлении в высшие учебные заведения и в дальнейшем жизни. Хочется радоваться за то, что в Одинцовском районе столько много отличников, медалистов, ребят, с которыми будущее, которые подают большие надежды. То есть это наша опора на будущее, это будущие ученые, будущие изобретатели. Уверен, что их ждет успех, поэтому хочется пожелать им всего самого доброго, теплого и добиваться результатом. В этом году в нашем районе 302 медалиста – это абсолютный рекорд за последние годы. Сегодня в моде быть умным, начитанным и получить медаль за отличную учебу из рук главы района. Золотую медаль в моей семье получил мой старший любимый брат. Он всю жизнь для меня является кумиром, и, конечно же, я хотела пойти по его стопам, и, к счастью, у меня это получилось. Он безумно счастлив за меня. Я очень рада, что у меня была всю жизнь такая поддержка и опора. Я очень ждала этого праздника, потому что попасть сюда может не каждый. Это и правда очень важно, мне кажется, очень интересно. Я надеюсь, что будет очень весело, и у нас останутся только прекрасные воспоминания об этом дне. Я чувствую гордость за своих ребят, за выпускников 2017 года, за наших медалистов, потому что они действительно 11 лет учились не зря. Они эти знания, которые копили годами, применили во время итоговой аттестации. И очень отрадно, что они справились на отлично. 302 медалиста – это самый такой результативный год за последние 10 лет. Поэтому я от всей души хочу пожелать всем выпускникам 2017 года удачи, здоровья, везения. Все знания, накопленные годами, умело применять. И пожизните с высоко поднятой головой. Не только для медалистов это особый день. Не скрывают гордости учителя и родителей, ведь это и их заслуга тоже. Только благодаря тесному союзу – школа, семья, ребенок – можно достичь таких успехов и получить заветную медаль. Гордость за всех детей, за наших, за всех. Не только за своего ребенка. Но самое ценное, чтобы школа, дети и родители были вместе. Тогда будут медали. У нас 61 выпускник, 20 медалистов. Я считаю, что 30% – это очень хорошая цифра, победа. У нас есть 100 больниц по литературе, Карима Вадария. На самом деле я сама не знаю, как мне это удалось. Это был просто шок, когда я узнала результаты. Я очень-очень надеялась на хороший вариант, какой мне и попался. И я была просто на седьмом небе отчасти, когда узнала, что у меня 100 баллов. Бал медалистов продолжался до глубокой ночи. Танцы, выступления артистов и, конечно, торт. Этот момент ребята запомнят на всю жизнь. Это их первая большая победа. Впереди новые успехи, взрослая жизнь и только от них зависит, какой она будет.